В студии Евгения Даровская. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о некоторых заметных событиях этого дня. Смотрите в выпуске. Будут тушить почти реальные пожары. Россия и Казахстан проводят совместные учения в Михайловском районе. А на болевшем открыто? Уезжают предприниматели, уезжают трудовые ресурсы, уезжают наши дети. Проблемы предпринимательства обсудили на Конгрессе в Барнауле. От консультации к операции. Мы никому не отказываем, если это надо, вплоть до экстренных детей. Томские кардиологи осмотрели более сотни маленьких пациентов края и готовы их прооперировать. Масштабные международные учения проходят в эти дни в Михайловском районе. По легенде, здесь зафиксированы возгорания в лесах. Учения проводят сотрудники нескольких ведомств, сразу двух государств России и Казахстана. Сегодня у участников практический этап. С огнем предстоит справиться специалистам природоохраны, МЧС, МВД, представителям лесных предприятий. В тушении будет задействована авиация. Одновременно пройдет оповещение населения и эвакуация людей в пункты временного размещения. Сделать это, конечно, нужно быстро, чтобы никто не пострадал. Пожары на приграничной территории считаются одной из самых горячих тем. В 2010-м огонь перешел со степей Казахстана, напомним, на земли Алтайского края. И в результате серьезно пострадали села Бастан и Николаевка. Тогда сгорело более 200 домов. И эти учения как раз и призваны отработать слаженность действий подразделений двух государств. В селе Сосновка Михайловского района весь день сегодня работает наша съемочная группа. Корреспондент Илья Кочетков обещает жаркий репортаж. Не пропустите ближайшие выпуски нашей программы. Ну, в Барнауле тем временем ученые, бизнесмены и представители власти обсуждали проблемы предпринимательства на традиционном конгрессе. Пытались ответить на вопросы, как высокие тарифы на электроэнергию мешают развитию бизнеса, почему миграция населения региона – головная боль предпринимателей, чем живет потребительский рынок и как улучшить деловой климат. С подробностями Александр Захаров. На площадке регионального центра «Мой бизнес» обсуждали самые актуальные для предпринимателей вопросы. Главные – реализация в крае нас проекта по малому и среднему предпринимательству. Чтобы все прошло успешно, необходимо поддержка и устранение барьеров, мешающих развитию бизнеса. В их числе дорогая электроэнергия. С учетом уровня средней заработной платы на территории субъекта Сибирско-федерального округа Алтайский край имеет самый низкий рейтинг доступности тарифов для категории населения и реальных потребителей. Пример яркий. Тариф для населения Алтайского края выше, чем у соседей. Новосибирская область на 53,46% и в 3,7 раза выше, чем тариф для населения Иркутской области. Высокий тариф электроэнергию – один из ключевых сдерживающих факторов для привлечения инвестиций на Алтай. Эксперты уверены, один из путей решения проблемы – бережное потребление. Включайте режим энергосбережения. Вот сегодня нужно этим заниматься вплотную. Это единственный путь, который позволит реально снизить потребление электрической энергии. Другая проблема – убывающее население региона. Согласно нацпроекту, в 2024 году в сфере малого и среднего предпринимательства должны трудиться 330 тысяч жителей нашего региона вместо нынешних 270. В 2019 году, к сожалению, продолжается убыль населения. И мы это видим. Уезжают предприниматели, уезжают трудовые ресурсы, уезжают наши дети. Это вещи, связанные с развитием предпринимательства. Так вот, к 2035 году по консервативному сценарию Алтайский край с 2 миллионов 400, значит, возможно, будет иметь цифру 1 миллион 900, до 20% населения. К тому же предприниматели уже много лет просят сократить повышенное внимание к ним органов контроля, по возможности убрать внеплановые проверки. На этой встрече такие пожелания они могли высказать и первым лицам региона. Мы, конечно, понимаем, что это один из базисов, одна из основ нашей экономики. Поэтому самое пристальное внимание, множество контактов, внимание к сфере. И внимание именно не с точки зрения того, чтобы провести надзор и что-то где-то ограничить. По итогам работы участники форума приняли резолюцию. Их предложения по улучшению условий ведения бизнеса направят органам власти. Но пока только в качестве рекомендации. Александр Захаров, Николай Шелко. День с толком. А этого горе предпринимателя задержали барнаульские полицейские на перроне железнодорожного вокзала. Мошенник, который числился в международном розыске, сбежал из Казахстана на коне, но в столицу России решил поехать поездом. Как сообщают в МВД, подозреваемый занимался финансовыми аферами в Республике Казахстан. Мужчина подозревается в создании финансовой криптовалютной пирамиды и привлечении крупных инвестиций под обещание сверхвысокой доходности. Так, одна из потерпевших перечислила злоумышленникам почти 14 миллионов ТНГ. Выявлено почти 300 аналогичных эпизодов. Подозреваемый в создании финансовой криптовалютной пирамиды в январе 2019 года скрылся от казахстанской полиции и был объявлен в международный розыск. Он признался, что до недавнего времени жил в Барнауле, но решил переехать в Москву. При покупке билета на поезд предпринял меры предосторожности. Вместо себя покупать билеты отправил знакомого, но это не помогло. Его задержали и завели уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Сейчас он заключен под стражу, а Барнаульская транспортная прокуратура решает вопрос об экстрадиции в Казахстан. 31 мая ведущие специалисты и профессора медуниверситета весь день будут бесплатно принимать детей в клиниках ВУЗа. Каждый желающий может записать своего ребенка на прием по телефону, который сейчас на ваших экранах. Акция «День детского здоровья» проходит накануне Дня защиты детей. Уже третий год подряд на приеме в клиниках ВУЗа родители с детьми смогут получить консультацию педиатров, детского гастроэнтеролога, кардиолога, эндокринолога и многих других профильных специалистов. Прием будет проводиться в профессорской клинике и консультативно-диагностическом центре Алтайского медицинского университета. А накануне в Краевом клиническом центре охраны материнства и детства маленьких пациентов обследовали томские кардиологи вместе с алтайскими врачами. Многим нашим малышам требуется высокотехнологичное лечение. А сделать подобные операции по разным причинам в Крае пока невозможно. Нуждающихся много. Только за минувший год свыше 500 детей на Алтае родились с врожденным пороком сердца. Марку всего два года. Будучи еще в животе, маму ребенку поставили диагноз сосудистое кольцо. Это патология в строении аорты, которая может сдавливать органы, в том числе сердце. Пока с мамой Натальей они только наблюдаются у врачей. Впервые у томских. Как правило, в большинстве случаев мы консультировались у кардиохирургов, то есть этот диагноз до жизни вообще никак не отражается. Но есть случаи, когда времени медлить нет. Многим из этих ребятишек с нарушением ритма и пороком сердца может понадобиться высокотехнологичная операция. Пока малышам на Алтае таких не делают, они в планах. Поэтому решают проблемы благодаря сотрудничеству с коллегами из других регионов – Новосибирска, Кемерово и Томска. Это не только консультации детей с целью отбора на дальнейшее хирургическое лечение. Это обсуждение совместное со специалистами Алтайского края. Этих детей дальнейшей тактики ведения детей с данной патологией. На прием к специалистам Томского НИИ кардиологии можно было попасть только по направлению лечащего врача и пройдя отбор. В этот раз посмотрели больше сотни детей. Все, кому потребуется операция, поедут в Томск и смогут сделать ее бесплатно по квоте. Всех, кому показана госпитализация к нам, либо для обследования, либо для проведения оперативного лечения, мы берем всех. То есть мы никому не отказываем, если это надо, вплоть до экстренных детей. То есть если тяжелые дети с врожденными пороками сердца, их везут скорой помощью, берем их сразу. Подобное сотрудничество алтайских врачей и кардиологов из федеральных центров Сибири уже многолетняя традиция, которая будет продолжаться. Ведь медикам удалось спасти сотни детей. Анастасия Бертенева, Алексей Фризин. День с толком. Впереди вас ждет прогноз погоды. Синоптики обещают настоящее лето, но пока немного полезной информации. Барнаульцам предлагают разгрузить кошелек, пересмотреть свое отношение к наличным и взять карту с бонусами, кэшбэком и беспроцентной рассрочкой почти на все. Карта или наличка? Чем сегодня пользуются россияне? По статистике популярность пластиковых носителей постоянно растет и в будущем они могут потеснить привычные нам купюры и монеты. И на это есть ряд причин. Карта зачастую не только удобнее, компактнее и безопаснее, но и обладает рядом параметров, которых нет у наличных. Например, это бонусы, кэшбэк или беспроцентная рассрочка на все покупки. Рассрочка – известный и проверенный способ оплаты товара не сразу, а на протяжении некоторого периода времени. Обычно условия по рассрочке устанавливает продавец, но есть исключения, когда правило диктует покупатель. С кредитной картой рассрочка на все от Банка Восточной предоставляется беспроцентная рассрочка абсолютно на все покупки, а также на снятие наличных. Срок ее 90 дней, лимит карты до 300 тысяч рублей. Пластиковые карты несут в себе огромный потенциал, которым наличные похвастаться не могут. Главное выбрать ту, которая даст максимальный комфорт для достижения ваших целей. Итак, спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». А у меня к этому часу все новости. До встречи в вечернем эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова